В поселке Парма по Дусинскому стартовал нефтяной патруль. Это проект Greenpeace Россия, в рамках которого более 40 иностранных и российских экспертов, волонтеров и активистов в течение двух недель будут искать и ликвидировать места нефтеразливов. Однако, по признанию экологов, главная цель проекта – привлечь внимание общественности и властей к экологическому урону, который наносят нефтяные компании, и обсудить рекомендации экспертов в области природоохранного законодательства. Елена Кононова обо всем на чистоту. Кухня в палатке, лекции и тренинги в гараже. Неприхотливые бытовые условия участников нефтяного патруля совсем не смущают. Бородатые парни с дредами, девушки с повязками на голове. Всех их привели сюда благие намерения. Я вырос и родился на земле Коми. Мои родные из Челяюра, Ижимский район. Вырос я сам в Печоре. Поэтому для меня это то, что называется малая родина. Цели проекта очень простые. Это то, что сегодня является проблемой на республиканском уровне. Это нефтяные разливы, которые на сегодня, к сожалению, стали частью жизни, частью или условием индустриализации Севера. К сожалению, то, чего можно было бы избежать. Усинск местом для патруля выбран не случайно. В 1994 году этот район прогремел на весь мир. Тогда здесь произошел самый большой в истории разлив нефти на земле. После прорыва трубы компании Куми-нефть в почву и воду попало более 100 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости. Загрязнение было настолько обширным, что нефть по рекам дошла до Северного Ледовитого океана, образовав там 18-километровое пятно. Но разливы и потом повторялись, но не настолько крупные. Вот такие, например, их, вооружившись лопатами и спецодеждой, и будут устранять участники патруля. Мне, в первую очередь, было интересно увидеть о том, с чего вообще начинается нефть, то есть как ее добывают, как ее производят, поскольку, естественно, разливы, аварии – это проблема международная. Она касается всех стран, потому что, например, ту же нефть, которую производят в России, ее потом везут в Европу, в том числе в Дании. В Дании тоже есть как бы свои проблемы в нефтяной отрасли. Естественно, то есть все это взаимосвязано. И, конечно, нельзя сказать, что это очень для меня приятное развлечение, это тяжелая работа, но это очень интересно. Разливы Гринписовцы фиксируют на основе предварительного анализа космических снимков. По результатам работы участники патруля составят подробное описание загрязненных территорий. Материалы передадут надзорным органам. Итоги подведут 19 августа за общим столом с общественниками и чиновниками. Для нефтяников активисты уже подготовили 17 рекомендаций.